Чтобы аннулировать закон о смешанной избирательной системе, представители общественных организаций предлагают инициировать референдум. Этот инструмент уникальный, который привезет к Конституции и код электоралу, который позволяет, когда парламенту и аннулировать комиссию к Конституции, который зарегистрирует в Центральной избирательной комиссии. Группа займется сбором подписей. Всего необходима как минимум 200 тысяч подписей. Группа займется в обществе по вопросу смешанной избирательной системы. Немаловажным является негативный опыт стран, где была введена подобная избирательная система. Альтернативой, по словам активистов, является улучшение пропорциональной системы и открытие партийных списков. Для проведения референдума необходимо около 40 миллионов леев. Я думаю, что мы должны зарегистрировать 40 миллионов леев, чтобы не нужно, в следующие 5 лет, чтобы мы платим по 4,3 миллиарда леев, как и в соответствии с этой логой миллиардом фуратом. На запрос нашего телеканала депутатам от ПСРМ, секретарь парламентской фракции, предложивший ввести смешанную систему, ответил. Но комментировать инициативу гражданского общества не стал. Как говорит Василий Боля, это все глупости. Спикер парламента также был весьма краток. Ранее с подобной инициативы выступила платформа «Достоинство и правда». После утверждения в ЦИКе результаты законодательного референдума вступают в силу автоматически, без одобрения парламента. Субтитры создавал DimaTorzok